Всем привет, с вами Тед и я провел эксперимент в StarCraft 2 Legacy of the Void. Мы сейчас смотрим на игру Протаса. Это игра против бота и для частоты эксперимента я провел три игры. В чем суть? Суть в том, что я проверял, насколько влияет эффект того, во что вы открываете. Потому что много новичков очень часто не задумываются о влиянии того, поставите вы Gate Кибернетка, либо Gate Nexus Кибернетка, например, да, вот в каком порядке. И сейчас мы посмотрим, как влияет каждое открытие Протаса на игру. В первой игре мы смотрим Gate Кибернетка Nexus. Для частоты эксперимента я ездил на разведку после Гейта. Я ставил все пилоны тут на мэне до 200 лимита. Ну, просто, короче, все делал плюс-минус похоже, да. То есть на первой базе стакл рабов, на второй не стакл. И мы сейчас проверим, какое же открытие самое лучшее привносит, какие перспективы нам в игру. И что мы записываем? Мы записываем тайминги. Смотрите, при игре в Gate Nexus Кибернетка у нас Nexus ставится в минуту 23. И это я себе записал. И мы сейчас сравним с другими открытиями. Внимательно, кстати, досмотрите до конца, потому что вас ждет сюрприз в течение ролика. Очень крутейший. Кибернетка же поставилась в минуту 32. Бусты я также зеркально раскидал в каждом билде, чтобы было поровну бустов в наших гейтовых юнитов. А именно два раза я бустил гейтовых юнитов. И мы выписываем следующее. Первый юнит и технология. Смотрите, первый юнит всегда у меня будет адепт. Вот технология, соответственно, у нас робо. Опять же, для чистоты эксперимента. Потому что при манипуляциях с газом мы можем, конечно, поставить робо раньше или еще что-то. Но здесь я делал именно так. Робо в 2.30 и у нас первый юнит выходит в 2.30. Всего я делаю три юнит. Талкер, адепт и часовой. Больше ничего, собственно, не делаем. Только там пилончики просто так на сдачу. Газы. Газы тоже для чистоты эксперимента на второй базе после насыщения 14 рабочих на минерале. Я вот только после этого заказывал газы. Таким образом, в моменте постройки газов у нас уже линия переполняется и все окей. Полная экономика с этого билда. Посмотрите, 4.25. 4.25 мы достигаем двухбазовой экономики. Да, и последняя часть это сколько у нас добыто ресурсов к 6 минуте. Почему это важно? Все очень просто. Все очень-очень просто. В Старкрафте по ходу всей игры вы как раз-таки собираете ресурсы. Вот эти рабочие, они работают, работают, работают. И собирают ресурсы, которые вы можете потратить уже на что-то. И вот теперь мы смотрим, какое же открытие круче. По тому, сколько ресурсов мы соберем к 6 минуте. Конечно, есть продолжение в виде там третьей базы пораньше, еще что-то. Но это на самом деле продолжение. То есть мы их должны принять по результатам игры, по разведке, еще почему-то. То есть это не влияет на вот эту вот точку. И мы записываем, что на 6 минуте у нас 2725 газа. Минерала точнее, простите, пожалуйста. И 1650 газа. Итак, выписали. Давайте посмотрим, что будет, если мы откроемся в кибернетку Данексу. Итак, при игре в кибернетку Данексу мы ставим кибернетку в минуту 25. По таймингу того, как приготовился гейт. Данексу же мы ставим в минуту 32. Что получается у нас зеркально первому открытию. Посмотрите, таким образом первый юнит у нас выходит в 2 минуты 22 секунды. 2 минуты 22. Но при этом, если мы заказываем адепт сталкер сентри, как я делаю каждый раз в данном эксперименте. Технология также может поставиться в 2.30. Конечно же, если это роб. На этом тайминге 2.30 мы видим, что в целом у нас больше юнитов. У нас раньше юниты первые появляются. Получается, кибернетка Данексу должна быть круче. Но из-за того, что Данексу позже стал, полная экономика у нас только в 4.38. То есть, если чуть подокруглить, 4.40. Понимаете, в 4.40, а в прошлом варианте в 4.25 на 15 секунд раньше. Так что, вот буквально построив первого юнита немножко раньше, мы жертвуем 15 секундами экономики. И вот это вот самое интересное. Посмотрите, 6 минута, у нас 2540 минерала и 1550 газа. Это на 200 минерала меньше и на 100 газа меньше, чем если бы мы открывались в Нексус 1. То есть, понимаете, если вы играете в кибернетку Данексу, то у вас это не на 6 минуте, это уже на 4 минуте. У вас постоянно будет меньше на 200 минерала. Это 2 зилота, либо 2 лишних пилона. То есть, при игре просто в Нексус 1, вы уже, точнее, Нексус до кибернетки. Вы можете позволить себе поставить вот сюда пилон, например, и вот сюда. Это как обсерверы будут служить параллельно с этим. Вы на них заработали. И лишних 100 газа. 100 газа это там 2 сталкера, либо 4 адепта. То есть, это приличная сумма, так сказать, выигрышная. Ну и теперь самая сочная, ребята, самая сочная. Я по своей профессии очень много занимаюсь логистикой. И мне нужно скоординировать много вещей, чтобы все сошлось во времени там и так далее. И, по сути, об этом же игра StarCraft. И я немножко поразмыслив, решил придумать что-нибудь интересное для того, чтобы делать свое уникальное открытие против Терана. Посмотрите, к чему мы пришли. Мы ставим Nexus в минуту 18, кибернетку в минуту 27, что немножко позже, чем кибернетка до Nexus. Но у нас, заметьте, Nexus до кибернетки. Еще лирическое отступление. Здесь я кидаю еще один Boost Gate в ZIL-ка. И ZIL выступает в качестве разведки. И харасса соперника. То есть, мы можем еще надавить на нашего соперника. И у нас вот в этом варианте еще и ZIL-ок. Который, кстати, поможет защититься от проксей. Соответственно, с такой кибернеткой у нас первый юнит появляется в 2.25. Что, опять же, раньше, чем при игре в первый Nexus, но чуть-чуть позже, чем при первой кибернетке. Технологию мы точно так же можем поставить в 2.30. А полная экономика у нас достигается в 4.30. Что лишь чуть-чуть медленнее, чем при Nexus первом стандартном. Но при этом у нас раньше первый юнит, у нас такая же технология. И посмотрите, у нас есть ZIL-от, который мешает, мешает нашему сопернику и просто его крушит. То есть, вот такое вот жесткое, суровое открытие. В итоге, к шестой минуте мы имеем 2500 минералов. Не забывайте, что у нас еще один ZIL-от, который, конечно, будет, скорее всего, потерян. Но при этом он и наносит какой-то ущерб. И явно он окупит свои 100 минералов, которые мы в него вложили. То есть, если мы его вернем сюда в зачет и скажем, что у нас 2600 минералов на шестой минуте. Соответственно, у нас всего на 100 минералов меньше, чем при игре в Nexus первой. А по газу мы отстаем всего на 50 газа. Что тоже не критично. И можно всегда компенсировать каким-то перекидыванием рабочих. Чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже. Поэтому, ребята, вот это открытие, оно супер крутейшее. И кому интересно, как его сделать, как оно работает против террена, Обязательно смотрите видео, которое вот сейчас высвечивается на экране. Есть предложки в комментах, там, везде, везде, везде это видео. Обязательно посмотрите то, как вот побеждать террена моим крутейшим открытием. А с вами был Тед. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok